добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 22 ноября пятница представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе итак у нас отработалось несколько торговых идей по мажорам мы с вами обсудим на графике но перед тем как начнем давайте посмотрим список и новостей на сегодняшний день как видите кроме падения ввп германии на целых 0 1 процент что немало до в прогнозах мы увидели конечно резкая резкий обвал пары евро доллар но и фунт тоже потянулся за ним но это собственно прилог отработки том числе и наших части наших торговых идей на понижение этого инструмента сегодня на американской сессии индекс деловой активности в сфере услуг соединенных по некоторым данным еще штатах америки в 17 45 это произойдет принципе это все важные новости на сегодняшний день и сегодняшнюю неделю давайте посмотрим что можно поторговать на графиках поехали итак котировочки золото непрерывно растут с начала этой торговой недели у меня стоит таймфрейм h4 и разделители периода здесь показывает недели с начала недели мы прошагали уже 14000 безоткатных пунктов то очень круто если так произойдет друзья мои то неделька закроется поглощением это хороший сигнал на продолжение лонговой тенденции по золоту с точки зрения торговых сигналов здесь пока ничего любопытного для нас нет шартовых слов в этой зоне не держит в принципе логично это такой промежуточный промежуточный уровень для наутоком падении коренной слов находится выше здесь ну и где-то здесь купить с отката на лонговый словом не дали практически вообще то есть могли бы конечно катить здесь было бы шикарная точка на покупке но этого не произошло переключаемся к паре евро доллар инструмент вчера очень здорово отработал нашу торговую идею на понижение происходило это правда в муках было у нас две неудачные попытки в продаже первая попытка это вот в этой зоне в принципе движение пошло вот на целых там 300 пунктов но потом произошел возврат и выбило собственно эту позицию второе вторая попытка продать была на вот этом шартовом сломе и она тоже не пошла вот инструмент переписал хая вот и уже только вчера был были два входа то есть я давал сигнал на продажу от этой коррекции в этой зоне как раз утром при стопе порядка 150 пробой минимум ну как минимум текущей неделе 600 то есть это примерно там четыре тире пять к одному мы увидели уже на американской сессии соответственно пять к одному минус здесь один к одному здесь один к одному в среднем три к одному возложено было остаться сегодня юрий конечно мрачно упал на новостях в германии с 1300 пунктов обвала но напоминаю что этот обвал произошел не абы где потому что мы пробивали лаять прошлого года а за годовыми экстремами стоят конечно банковская ликвидность вся и здесь полетели стопы банковских трейдеров и конечно это печали печать для них вот но кто ставит стопы за недельные либо годовые экстремы частенько влетают в такие ситуации насчет дальнейшего развития глобальных событий по этому инструменту я за ланге напоминаю за ланге потому что добрые маркетмейкеры оставили площадку на уровне 1 12772 это вершина двадцать третьего года мы подходили к ним в двадцать четвертом году так и не пробили и обвалились я думаю что такая глобальная ловушка и через какое-то время мы увидим рост котировочек этого инструмента и дальше которые приведут к переписыванию двух годовалых экстремов но текущих это конечно прям большое количество пунктов неприлично большое под десяточку вот но опять же продавать последнюю корову и инвестировать евро-доллар такое себе занятие поэтому лучше здесь присмотреться внимательно на какие-то разворотные сетапы в рамках вашей торговой стратегии которая у вас непременно гениальная купленная за пару-тройку а то и десяток долларов в интернете в любом случае у вас должны быть идеи с понятными рисками для того чтобы цепляться в какие-то сильные движения с понятными стоп-лоссами переходим к паре фунт-доллар принципе фунт-доллар копирует пару евро-доллар напоминаю что все инструменты идут за баксом напоминаю также что фунт-доллар инструмент трендов если он запилит то идет довольно долго и с сентября месяца пара фунт-доллар прошла те же самые 9000 пунктов да на которой мы прогнозируем движение по евро-доллару на возврат значит а в отличие от евро к фунт не переписывал экстремумы там 23 года у него 23 экстрема находится гораздо ниже вот но в отличие от евро по фунту нет годовой площадки за которую можно было бы поохотиться вот но напоминаю что есть площадки более крупного масштаба между семнадцатым и двадцать первым годом я уже рассказывал про это и было бы неплохо поймать разворотное движение именно в эти зоны это было бы конечно просто гениальность текущих цен это 20000 пунктов вы конечно скажете что я сумасшедший правильно сделаете но рано либо поздно это все равно он произойдет поэтому присматриваться к лангам можно цены очень хорошие возможно мы сейчас наблюдаем кульминацию падения этого инструмента потому что свечи очень большие объемы большие ну понятно что сейчас здесь манжет маржин коллет крупных игроков и конечно вопрос вопрос том будет будут ли крупники фиксировать свои шарты и мы увидим на ланговые импульсы напомню что я сторонник того что движение у нас могут происходить не только на продажах но и на фиксах тех же самых продаж и на фиксах продаж рынок может здорово развернуться и здесь просто нужно наблюдать то кого победит с помощью обычной технической геометрии выстраивая тенденции на мелких таймфреймах если вы понимаете половину слов которых я говорю поставьте лайк под этим видео но мы приступаем к анализу австралийского доллара и этот инструмент находится в интересном месте вообще шикарно самом деле инструмент для сеточной торговли даже в связке с долларом с 22 года имеет вообще все шансы озолотить просто трейдеров которые не наваливают объемы в одной точке распределяют их по диапазонам почему мне интересен этот инструмент и интересен именно сейчас дело в том что американский доллар загнал этот инструмент довольно низкая да и за сколько там с конца сентября месяца он тоже прошагал немало под 5000 пунктов но это не евро доллар у него волатильность гораздо меньше но этот инструмент сейчас стоит очень четко на ланговом сломе который был образован у нас импульсом начала этой торговой недели если удержится эта зона при стопе но хотя бы вот за эти лая 400 пунктов то мы можем вас рассчитывать на возможные развороты под 23 косаря а так как инструмент находится на минимумах вообще года текущего здесь можно попытаться зацепить интересное движение к тому же то что происходило в августе месяце я считал кульминации падения и мы принципе взяли большую часть этого лангового движения вполне может пройти ланговая коррекция на которую вы тоже можете заработать больше 400 пунктов рисков которые здесь можно заложить что касается доллар канадца доллар канадец на сегодняшнем американцы долларовым импульс который мы увидели тоже подрос он кстати напоминаю тестировал очень неплохо что зона шартового слома в прошлой неделе вот но у нас еще есть такой коренной верхней шартовый слом если вы хотите подловить этот инструмент вниз то сделать это лучше немножко повыше либо может даже с текущих но за со стопом за ближайшие вот эти шартовые коррекции не больше 300 пунктов здесь надо отдать и дальше если не пойдет на такое может быть приложить свои финансовые усилия на эти ручки 1 041 14 на 85 а до нее еще ну 600 пунктов но это классное место потому что здесь это но исторических а я по текущему году напоминаю что инструмент героически переписал и вершину не только текущего но и прошлого и позапрошлого года то есть инструмент стоит дороже чем двадцать втором двадцать третьем и двадцать четвертом году вопрос истинно либо ложный пробой не могу здесь ответить но на ликвидности внизу масса и прокатиться потом по этим стопам я думаю святая обязанность любого уважающего себя маркет-мейкера так что касается доллар-иены доллар-иена просто завяла завяла на своих текущих краях встала прям в жесткий треугольник я думаю чего-то ждут ожидания возможно банк японии пошалит со ставками опять но напоминаю что его предыдущие шалости закончились обвалом доллар-иены на 20000 пунктов и друзья мои немало поверьте моему трейдерскому опыту исчисляемому вторым десятком лет соответственно если здесь банк японии поджахнет любитель такое сделать такое сделать том числе и по ночам мы можем увидеть зарождение новой шартовой волны третье собственно от первой проделки банка японии который может принести больше двадцати тысяч пунктов и сделает вас богаче на несколько долларов переходим к инструменту под названием нефть мы торгуем с вами в инстафорекс нефть марки WTI это североамериканская тяжелая жижа которая стоит сейчас 70 долларов за баррель напоминаю что я старый не только старый но и активный продавец нефти по текущим ценам и выше особенно когда нефть стоит на шартовом сломе по круглой котировке ну вот и впереди у нас минимумы нескольких лет то есть двадцать первого года двадцать второго двадцать третьего и текущего двадцать четвертого и на мой сугубо некомпетентный взгляд на инструмент может опуститься еще на несколько долларов вниз ну хотя бы на 4 а в лучшем случае на 8 но кто скажет что даже 63 доллара за баррель нефти это мало вы можете немножко пролистать котировки в март двадцатого года и увидеть что они переходили в отрицательное значение удивиться и переключиться на bitcoin который стоит сейчас друзья мои девяносто восемь тысяч долларов за монетку который вы никогда не сможете поддержать своих жадных трейдерских ручонках то делом сделать с этим инструментом сейчас и я вам сказать не могу единственное что могу напомнить что покупки от пятидесяти девяти тысяч у нас были на нашем чек-листе и те кто зацепился и случайно забыл закрыть ланговую сделку вы можете это сделать прямо сейчас и поставить лайк под этим видео переключаемся к фондовым индексом американские фондовые индексы друзья мои подрастают это логично потому что они растут последние 40 лет и я думаю вероятность продолжения этого роста выше вероятность их разворота для тех кто хочет обогатиться на покупках этого инструмента рекомендую присмотреться к покупкам от ланговых сломов до которых этот инструмент пока не дотянулся в отличие от американских фондовых индексов европа в печали эта печаль друзья мои отражается снижением индексов dax и stocks которые подваливают и stocks вообще стоит во флете не может определиться куда ему идти поэтому эти инструменты я сейчас торговать не рекомендую ну а те кто покупал газ по моим торговым идеям могут уже фиксировать часть флангов радоваться жизни и надеяться на то что и двадцать третий год но как минимум по осени должен быть тоже пробит и надеюсь если вы дотянете до экспирации то закройте очень хорошую прибыль и будете посматривать на этот инструмент особенно когда он сигналит так называемым паттерном давление на слабонаклонные трендовые линии переключаемся к доллар франку доллар франк сегодня также имеет очень мощный ланговый импульс торгуется кстати над двумя ланговыми словами один из них находится здесь вот и это не очень хорошая новость для тех кто держит шартовые позиции потому что над нами только один край шартового слома ну напоминаю что инструмент не самый техничный в этом плане и те кто хочет поторговать его ну скажем так в средние сроки лучше использовать сеточный метод торговли особенно если он перепишет вершину текущего месяца в надежде на то что дальнейший обвал принесет вам не много не мало а порядка 5700 пунктов на понижение ну это собственно коррелирует со старой идеей ослабления американского доллара драйвера который я пока не понимаю но надеюсь после инаугурации трампа его после его первых заявлений на посту президента сша он даст какие-то направления но напоминаю что трамп не не раз заявлял о том что им не нужен сильный доллар но это логично по большому счету у него своя свой взгляд на внешний политику ну и соответственно на таких заявлениях бак сможет очень неплохо просесть надеемся что это так и произойдет переключаемся к канадцу франку напоминаю с этого инструмента и дальше мне интересует сеточный метод торговли ждем когда интересный инструмент зайдет в зону наших интересов и пока его не трогаем канадец иена кто не продал доллар иену можете присмотреться к этому инструменту надеюсь что третья волна на понижение здесь уже зародится ауди кат пока нас не радует хорошими цифрами для набора сетки лимитных продаж а мне это интересует выше вершины текущего года новозеландец франк стоит тоже внутри диапазона мы его не трогаем австралийц новозеландец друзья мои да 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 сегодня переписал вершину месячных хайов своих по и принципе годовых и здесь можно его набирать в шорт напоминаю кто поставил здесь сетку продаж уже находится в рынке и уже имеют прибыль кто нет тот собственно пропустил да но принципе можно из текущих подкинуть первые шорты напоминаю шаг здесь должен быть не менее 500 пунктов на повышение объема не меняются и в принципе если он сюда еще залетит а такой может быть инструмент флэтовый может вы наберете хорошую сетку лимитных продаж и на откате на ближайший зеркальный уровень выйти с профитом переключаемся к австралийцу канадцу который сегодня вернее еврокаду который сегодня очень знатно валит с одной стороны это хорошая новость для тех кто что прикупить вот цены классные есть целевая площадка на повышение но разворотных сигналов пока нет я жду когда это произойдет мониторю его именно по сломам ланговых тенденций он их не ломает валит вниз поэтому мы пропускаем этот инструмент и ждем когда он все-таки подарит нам ланговый импульс и с целью за их захода в ланги с потенциалом не менее 6000 пунктов евро франк сегодня сегодня практически переписала я текущего года если все-таки он сделает это уверенно я думаю что можно его поднабрать сетка лимитных покупок шагом не менее 1000 пунктов инструмент залетный потенциал роста очень большой но лучше взять по хорошим ценам а не те которые предлагают сейчас аудика также и вернее евро к австралийскому доллару переписал сегодня лая 24 года здесь была площадка на пробита я бы здесь дал бы фору на тысячу пунктов и начал потихонечку набирать ланги с целью ланговой коррекции выхода стоит профитом на этом же пробитом уровне но снизу в принципе все давайте посмотрим ответы на вопросы под вчерашним видео так что он что три комментариям здравствуйте благодарю за обзор на недельном тайме по злу рисуется поглощение да и сегодня об этом сказал спасибо так зачем сейчас на лаях рассматривать продажи по евро и фунта для того чтобы заработать на понижение в шартовой тенденции это логично идеальные точки входа на покупку но если вы уважаемый лом ломжа 90 покупали еврик вчера и сегодня то мне вас к сожалению жаль скорее всего 90 обозначает ваш возраст довольно юный для трейдинга и вас еще ждут впереди масса открытий ну а совет вам такой распечатайте пожалуйста старую трейдерскую пословицу купи дно рынка получи второе в подарок бесплатно надеюсь этот совет вам поможет так что еще что еще принципе все напоминаю друзьям и чтобы от каждого видео своим частям есть масса полезной информации есть свеженькие домены инстафорекс почта для связи которую не читаю тайм-коды с помощью которых можете путешествовать по моим валютным фантазиям телеграм-канал по трейдингу ссылки на яндекс дзен на мою и не только аналитику и шикарный телеграм-чат по трейдинг где у нас ребята общаются предлагают свои торговые идеи обсуждают индикаторы роботов и прочую кибер нечисть напоминаю что с инстафорекс у меня заключена уникальная партнерская программа через которую именно вы можете вообще не платить свопы по валютам торговать на ультра спредах на и попасть мой закрытый телеграм-чат где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня добро пожаловать в мою партнерскую группу друзья на этом на сегодня у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка форекс всем пока